так далее это все это все вот они становятся популярными да эти люди становятся популярны потому что их обсуждают с них смеются они таким образом обретают популярность мне я не хочу где в том что у меня это не является ключевой задачей становиться популярным и даже обучать кого-то я просто эзотерик и моя основная задача это помочь другим людям жить как я счастлива я подумал что это наверное есть может быть одна из ключевых моих ролей в этом мире напоминать людям кто-то же должен им напоминать что существует милосердие что есть доброта что можно не обсуждать близких не ругать о том что можно относиться хорошо как-то люди в силу каких-то своих усталости болезней и не знаю может быть воздействия каких-либо излучений может быть психических отклонений плохого питания люди плавненько не замечая сами этого ну и связи с той до этого было связи с последними вот этими всеми ситуациями люди потеряли я не говорю что потеряли в мире внутреннюю доброту как можно жить если там бомбы падают вон у нас 30 взрывов было вокруг киева вчера ночь и сегодня но не терять знаете даже при этом не стоит терять внутреннее тепло к тем людям которые рядом находятся что будет если все матери в один момент откажутся от своих детей скажут зачем нам их садить на шею если можно от них отказаться мир дальше может существовать что будет если мужчины все скажут в один момент а зачем нам эти женщины нужны пусть сами воспитывают все больше не нужно а нам жить самим легче что будет если все откажутся от своих стариков больных, которым нужны, что будет, если все откажутся от своих детей инвалидов, по Платону, кстати, что будет с этим миром? Кто должен говорить о том, что милосердие должно существовать? Ну, пусть буду я, просто я как раз тот человек, который не обременен, я знаете, как обычный человек из обычного мира, я не обременен там, я не кричу аллилуйя, я не собираю какие-то деньги за семинары или там за пасторство, я не говорю, что всех там именем Иисуса Христа и так далее, или там именем Иисуса Христа, или именем еще кого-либо, и говорю, как обычный человек, что да, бывает еще третья сила, и эта третья сила, она может дать человеку терпение, она может дать человеку внутреннюю любовь, она может дать человеку заботу, почему не христианство, и почему я не пошел в христианство, дело в том, что христианство, оно нельзя говорить ничего плохого, оно надоедает, оно надоедает, то есть человек, он более творческий, знаете, человеку хочется разницы, нельзя кушать каждый день гречку и масло, человеку хочется чего-то еще, поэтому, когда возникает что-то еще, знаете, нельзя читать только Библию и Евангелие всю жизнь, как я в свое время пошел в христианскую церковь, это было еще в очень юном возрасте, в 13 лет, не было еще мне 14, в 7 классе, и там пастор какой-то, он говорит, вы попадете в рай, но, а я говорю, а чем мы будем в раю заниматься, он говорит, в раю ты будешь читать Библию, я понял, что я в рай не хочу, а никаких книг больше не будет, нет, я так не хочу, я хочу читать, я хочу новости читать, смотреть, чтобы думать, даже если не поехать, то видишь, он говорит, этого не нужно будет, ну, одним словом, если там только Библия, то это мне не подходит, мне интересно и химия, и физика, и науки.